с чего вообще начинается карьера любого актера или вообще знаменитого человека и ну вот лично мне интересно чего началась ваша история вот вы с детства мечтали стать актером или были какие-то совершенно другие планы с детства не за здесь у меня мечтал стать много было на самом деле у меня идей кем я буду в этой жизни но это было наверное будущее щеки актерской паре что я хотел быть и летчиками для быть и военным разные профессии не приходили на ум и все-таки мне кажется это наверное было предвосхищая актерской профессии потому что именно в актерской профессии можно быть и летчиком и военным есть актерская профессия дает возможность тебе возможность быть всем потому что именно актерская профессия дает возможности прожить сразу огромное количество жизни потому что роли это все маленькие жизнь и чем больше у тебя ролей разных тем больше жизни ты проживаешь за одну свою жизнь поэтому конечно же актерская профессия это мечта для любого человека который наверное занимается искусством можете более тянется к актерскому ремеслу потому что это действительно возможность вот так вот перелетать в машине времени в самые разные времена то есть вот я не знаю 17 18 сейчас это играю годунова играю в шестнадцатый век то есть на площадке царит эпоха шестнадцатого века лобное место старая москва спаски ворота на главке новые строим декорации ты переносишь в шестнадцатый век костюм исторические того времени и ты попадаешь что время конечно это многие мечтают наверное испытать вот так вот перенестись совершенно другую эпоху или допустим надеть военную форму почувствовать себя воином великой отечественной войны или первую мировую особенно для мальчишка конечно такой подарок наш это ощущение игры когда ты попадаешь и конечно безусловно игра но чем ты правдивее в кадре тем лучше что ты забывал на миг что ты просто в костюме и ты и ты артист вот это самое важно что ты попробовал переплощаться чтобы в этот момент в кадре или на сцене не думать что ты кого-то играешь самое главное проживать этот персонаж а в детстве на самом деле очень очень органично мне кажется мы этого верим во все происходящее когда мы играем в игры мы же верим что допустим из на это играл в дочки матери не знаю это старинная советская игра дочки матери не знаю играли ли вы в своем детстве не знаю играл какие игры были у тебя ну я играла в палеонтолога палеонтолог видишь как ты же верила что ты палеонтолог конечно да ты наверно раскапывала скелеты древних динозавров потому что сейчас есть такие игры сейчас продается сейчас можно действительно раскапывать динозавр да вот в этом есть как раз будущее актерской профессии благодаря воображению ты веришь в то что ты была палеонтолога ну вот не только какие решить вы были ой ну на самом деле очень много потому что я очень любил детстве придумывать ну и вообще-то я сейчас тоже играю я просто в театре с нами на вот поэтому я думаю это как-то повлияло вот видишь как огромное желание в детстве играть и быть кем-то это тебе равны желание 7 потом делать это по-настоящему с помощью уже и профессиональных навыков получая про весь актер но на самом деле каждому приходится чего-то начинать и а вот как вы думаете что вот самое важное для начинающего актера я думаю что все-таки верить предлагаемые обстоятельства как говорил константин сервисе станиславский все-таки игра игрой но верить потому что если допустим ты верил что палеонтолог у тебя и мысль были чувства и эмоций соответствующий как раз той роли которую ты играл вот поэтому игра особенно когда начинающий артист еще совсем юный очень важно чтобы он не показывал не изображал здесь очень важно чувствовать очень важно по-настоящему ощущать есть есть разные школы актерские но я лично как выпускник школы студии мхат для меня вот это вот проживание потому что я помню в детстве когда мне было летом 13 до 12-13 лет когда отец ставил спектакль в школе в которой я учился это был спектакль не больше не меньше это извините рома джульет эта история любви трагической я играл в 14 лет играл ромео этим был влюблен я испытывал эти эмоции чувства на сцене это было очень важно или когда играл леонидика мой бедный марат блокадный ленинград и вот это ощущение одиночества этой тоски а голодного холодного ленинграда вот это все это жило во мне то есть не играть не изображать а проживать вот это очень важно и это было все когда мне было 14 лет 14-13 лет я с детства был в театре у отца я приходил смотрел спектакли буквально с пятилетнего возраста поэтому может быть оттуда оттуда наверное как вот наверное впитал наверное театральный дух и любовь к театру наверно еще с детства пошло с пятилетнем возрасте где-то с пяти лет я уже помню себя в театре я сидел в ложе смотрел отцовские спектакли причем даже взрослые спектакли смотрел я плакал вместе с отцом я смеялся что я понимал в пять лет спектакли разбойники допустим шиллера где отец играл карл мора но я плакал вместе с отцом я переживал трагедию карла мора хотя мне было пять лет но я абсолютно искренне национально чувствовал так же как чувствовал мой отец я сопереживал герою который играл отец так что наверно с пяти лет можно так сказать на самом деле я вот сейчас думаю так много разных ролей так много разных маленьких жизней а вот была ли какая-то не знаю как назвать знаковая роль я не знаю это судить зрителю я не задумываюсь просто я стараюсь именно для вас который как-то вообще повлияло много разных ролей есть допустим определенный этап я закончил школу студии мхат и буквально в девяносто пятом году я сыграл есенина в ярмарском театре жизни это приснилось мне сыграть есенина была мечта наверное с детства у отца потому что он когда готовил меня к поступлению я читал стихи он начал у меня читать стихи и в том числе есенинские стихи конечно же у отца была мечта чтобы я когда-нибудь сыграл есенина потому что отец сам играл есенина ему было 25 лет по-моему 20-25 он играл он первым был исполнителем роли есенина была такая опера агафоникова анна снегин и отец впервые там играл есенина еще до никоненко сергей петрович и у отца была мечта чтобы я когда-нибудь сыграл есенина и девяносто пятом году когда мне утвердили на роли я в 100 лет со дня рождения сергей есенина я играл на сцене романовского театра в спектакле и мне было двадцать три года 22 я репетировал 23 года я сыграл есенина это был определенный этап конечно же моей жизни потому что я буквально только что выпустился в школе студии мхат курс табакова девяносто четвертом году я уже был актером табакерки но в девяносто пятом году я сыграл есенина для меня хотя уже до этого играл в театре в табакерке это были вводы в основном я вводился на роли жени ниронова были маленькие роли в разные роли были была роль в спектакле последний в постановке доля я хочу шапира я играл там петью сына как раз там в этой большой семье у горького отца играл олег павлович табаков я играл сына как бы олег павлович табакова вот но серьезным этапом это был конечно же спектакль жизнь маленькой признался мне в ерунском театре после этого я помню жизнь поменялась потому что и признание пришло в театре спектакль псих в табакерке тоже это был девяносто пятый год то есть вот такие серьезные роли в театре были как раз девяносто пятом году потом было много ролей в театре в кино это были может быть комедийные роли хотя я помню фильм вместо меня с александр чем стриженом я снимался был девяносто восьмой год для меня это тоже был определенный этап потому что после небольших ролей хотя первый главный роль у меня было фильм был на актера для барабана мотоцикла коренья альянс режиссер это было девяносто третий год было первая работа в кино конечно тоже этап первой работы в кино я впервые работал с армен борисовом джигарханьян в кадре учитель мастера он борисовым джигарханьян вместе с ним в кадре меня трясло так я мальчишка еще но девяносто третий год не было 19 лет я впервые снимался в кино, в главной роли. Потом было много ролей, и потом 2000 год, когда начались съемки в «Бригаде», это совершенно другой этап, хотя при этом я уже был театральным артистом, я сыграл Есейну, но потом сознание зрительское переворачивалось, потому что я сыграл Сашу Белову. И потом, естественно, было увлечение повальной бригады, и для всей страны я стал Сашей Белым, хотя до этого у меня было много театральных работ, и я уже сыграл Есейну к этому времени, но вот в сознании зрительском был уже образ Саши Белова, а потом я сыграл Кравцова, а потом было еще много ролей, которые все равно были определенным этапом.